Я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Я очень рад вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо большое. Вы знаете, первая лекция и первое занятие у вас на физтехе, и в то же время у этой дисциплины тоже это первая лекция. Я, аз есмь, недостойный преподаватель для чтения данного курса, но кто есть, тот пришел. Тем не менее, я являюсь преподавателем, а вы учениками. Поэтому, наверное, если вы вставали перед школьными учителями, будет хорошо, если вы почтите мое стояние в течение полутора часов вставанием. Встать, если можно. Собрались с мыслями? Спасибо, сойдите, пожалуйста. Меня зовут Тимофей Федорович Хирьянов. Я автор этого курса, который будет читаться. И курс этот выкристаллизовался из курса алгоритмов структуры данных, потому что он из него как бы выпал отдельно, появился как некая целостная единица такая. И мы этим курсом решили вас встречать после, собственно, школы. Как я представляю, собственно, вас, целевую аудиторию? Как я вас вижу? Ну, вы школьники, очень-очень хорошо знающие физику и математику. Я сам фоб 2000 года поступления, 2006 выпуска. И, скорее всего, у половины из вас информатика находится на никаком уровне. Не потому, что вы в этом виноваты, а потому что глобально в школах России у нас слабо преподается информатика. Даже в физмат-школах. А какая-то там часть, ну, может, одна пятая из вас участвовала в каких-то олимпиадах по информатике, но невысокого уровня. Иначе бы вы пошли на физ, наверное. Ну, я правильно представляю себе, да, аудиторию? Да, за без малого 20 лет, наверное, ничего сильно не изменилось. И для многих фабхов на первом курсе информатика представляет из себя такой вот довесочек к английскому и лабораторным по физике, еще и основной физике, который тоже жестко спрашивает, фу-фу-фу, и мотанчик еще там. Ну, короче, и вот информатика, она добивает, особенно в первом семестре, многих, не всех. Вот. И вот благодаря физтех-школе Валерию Валерьевичу лично и ученому совету фаб-фа. Собственно, этот курс имеет место, он вас встречает, дает немножко такой разгон. Мы начнем с нуля, но довольно быстро пойдем, довольно быстро пойдем изучать программирование. На лекциях будет довольно много мастер-классов. Вы видите, что я сразу включил проектор, там сразу нас что-то встречает, курсор бригает. Еще раз, с нуля, но с быстрой скоростью. За счет этого, я надеюсь, не потерять тех, там условно, 20-20 процентов, которые в каких-то олимпиадах участвовали. Да? Что? Пожалуйста. Главное, чтобы не вузом ошибиться, правда? Что? ФОПФ. Первый курс. Ну, пожалуйста. Я говорю, главное, вузом не ошибиться. Ошибиться аудитории недолго. Взял, пробежался, перешел в другой. Так. Значит, еще раз, да, мы с вами... А, и эта дисциплина, поскольку она особенная несколько, да, значит, я произнес целевую аудиторию, как я вижу вас, кто вы, да, теперь какая цель дисциплины. Первое, не убить вас сразу. Дать возможность тем, кто пришел с нулевым уровнем, как-то влиться. Второе, когда олимпиадники в школе программируют, они пишут очень часто нечитабельный код. То есть они пишут такой вот жесть, что их просто в продакшн пускать нельзя. Я немножко побывал в продакшн, и поработал программистом, поработал инженером контроля качества, тестировщик так называется. Вот. И, ну, я читал всякий код. И русский, и корейский. Вот. И в научных проектах это часто бывает катастрофа. То есть если в продакшн не об этом еще заботиться, в научных проектах там, что написали, вот, вот, вот. И разобраться в этом невозможно. Поэтому цель этого курса научить вас писать на языке Python читабельные программы, которые легко поддерживать. Осуществлять декомпозицию, писать их в том числе и в группах. И кроме того, чтобы это все было веселее, делать это будем в графике. Ну, то есть будут графические приложения писаться. Важной составляющей этого курса являются семестровая работа. Курс один семестр длится. И заканчивается он семестровой работой. Групповой. То есть она пишется даже не в одиночку. И очень важно, чтобы каждый выполнил в ней свою роль. Понимаете? То есть разное может быть. Да чуть больше, чуть меньше. Но это очень важно. Чтобы не было какого-то... Чтобы вы учились разделять труд. Не бывает ничего сейчас построено вот одним человеком. Ну, бывает, как-то там гений взял и что-то там придумал, забабахал. Но это, не знаю, в теорфизике, может быть, в математике. Вот все условно промышленного уровня или там даже программный код промышленного уровня, он все равно пишется группой программистов. Вы фабфы. Но программирование понадобится всем. Вот бывали люди, которые... Среди моих друзей, которые вместе со мной поступали, которые сумели забить эту информатику. Сумели все списать. Как-то спихнуть. И вот один из таких товарищей в аспирантуре уже, году так на втором, мы с ним сидели в столовой, он мне говорит, да, ты знаешь, что-то мне пришлось с программированием заняться. Вот так тяжело идет. Очень тяжело учиться, когда возраст уже большой. Сейчас у вас гибкие мозги. Осваивайте, пожалуйста, сейчас. Еще раз говорю, первый семестр он входной. И еще важная составляющая именно этого курса. У вас будут помощники преподавателей, менторы. Пока что нет ФАПФОВ, которые бы уже прошли этот курс, потому что он вводится в этом учебном году. Поэтому в менторов мы набрали хороших старшекурсников, которые готовились летом, подучивались, что-то зашаривали. И мы все будем учиться. Преподаватели тоже новые. Таких, кто бы читал этот курс, еще нет. Все будут в него входить. И нам понадобится и ваша помощь. Что это значит? Вот это самые 10-20% лучших из вас, те, которые когда-то участвовали в школе, в олимпиадах по информатике, по программированию. Вы не должны говорить, а, ну ладно, я там все напишу, там, за 5 минут, за 10, ну, условно, за 5 минут вы не напишите. Там, не знаю, за полчаса, за час я напишу и уйду. Нет. Пожалуйста, встаньте, вот там, один-два человека в группе. Мы не перемешиваем группы. Группы будут разно, как, ну, вот какие есть, такие есть. Да, по базовым кафедрам, там, по другим принципам отобранные. В каждой группе будут сильные, будут слабые. Вот этот сильный должен обязательно заботиться о тех, кто не понял. Понятно? На следующий год вы можете стать ментором. Через год, может быть, вы станете уже, словно, старшим ментором. И будете получать навыки уже, по сути, ну, как, как тим-лидер, да, среди программистов. Это уже другой навык, как бы, руководство определенного понимания, что, как, вычитывание кода, вот, групповой работы ее организации. Вот, сможете какие-то педагогические фишки у преподавателя просто перенимать, а потом, ну, просто, если вы закончите бакалавриат, да, отработав ментором, вы захотите преподавать, то я буду очень рад, если вы будете развивать информатику на ФАПФе дальше. Понятно? То есть, такая мягкая возможность входа в, ненавязчивого входа, собственно, в педагогический процесс. Вот, поэтому вот я заранее произношу, что вы уже сейчас, пожалуйста, организуйтесь в группе и помогайте друг другу. Еще немножко вступительных слов. Обучение любому предмету, абсолютно любому предмету. Английский язык, математический анализ, тоже язык на самом деле. Это язык, вот не поймете матанализ, весь из тех ничего не будете понимать. Происходит вот как на пяти пальцах. Мы изучаем синтаксис языка, ну, грамматику, то есть, правила. Слушаем язык, говорим на языке, читаем на языке и пишем на языке. Вот пять путей познания языка. При обучении программированию у нас два пути страдают. Ну, синтаксис мы все как-то книжечки почитаем по синтаксису или там лектора послушаем как-то. Синтаксис мы как раз изучаем. Help почитаем какую-нибудь документацию. Отлично. Мы слушаем лектора, ну, дай бог, чтобы вы не разбежались, я надеюсь. Слушаем лектора, но не разговариваем, мы столько слушателя. слушатели, мы не читаем программный код и только пишем. Представьте себе, если вы никогда не читав стихов, будете их писать. Вам теоретически рассказать, вот рифма А, Б, Б, А, да, первая рифма, это там четвертая, вторая, третья, так можно, можно, там первая, ну, в общем, короче, понятно, да? Вот рифма, и получится, как у незнайки, палка-селедка. Точно так же с программным кодом. Когда вы не читаете чужой программный код, какой-то, который написан уже там шарящим человеком, вот, когда вы не видите этого, ну, это плохо получается. Поэтому вам, страшнее не это даже, а то, как всех вас заставить разговаривать в языке предмета, объяснять друг другу какие-то вещи, проговаривать цикл условия ветвления логической операции. Опа. Да, печально. Компьютер ушел в blue screen. Ладно. Значит, мы с вами тогда начнем с доски. Надеюсь, он быстренько перегрузится. Увы. Это он тут показывает, что он жив. На самом деле он живет. Ладно. Значит, мы с вами будем изучать язык Python. Слушайте, прям вот не очень не вовремя. Ничего не могу поделать. Иначе придется пока на доске работать. Значит, мы с вами будем изучать практику программирования с использованием языка Python. язык этот кроссплатформенный. То есть, его можно запускать на Mac, на Linux, на Windows, даже на смартфоне. Если вот у вас вообще нет компьютера, но у вас есть смартфон Android, на iOS, я не знаю, там тоже есть на самом деле. Вот здесь купай там. Вот купай там, можно прямо на нем программировать и запускать вот то же самое. Но я не смогу транслировать. Короче, он кроссплатформенный, он универсальный, на языке Python можно программировать все, что угодно. Не всякий язык так может. Вот есть там какой-нибудь PHP, язык для создания сайтов. Но на нем роботов не запрограммируешь, на нем операционную систему не напишешь. Python, правда, тоже он не для ядра операционной системы, но Linux, он существенная часть там скриптов написан на Python. Прям существенная часть. Все расширения поискмена, они переезжают на Python, даже там Microsoft объявила, что Visual Basic на план будет заменять на Python в офисе для того, чтобы писать скрипты. Роботов программируют на Python. В общем, анализ данных и машинное обучение на Python. Его еще называют, знаете как, научный калькулятор. Вот я сейчас постараюсь быстренько загрузиться. Покажу, как и почему. Ладно, давайте с вами... Ладно, я кратко еще пока он грузится расскажу. Смотрите, языки глобально бывают интерпретируемые и компилируемые. Что это значит? Компьютер умеет выполнять только машинный код. Все остальные команды, они должны быть, высокоуровневых языков, они должны быть как-то ему расшифрованы. Весь вопрос, когда это происходит. Если мы делаем это заблаговременно и изготавливаем так называемый бинарно-двоичный файл, экзешничек, исполняемый, то соответственно это называется компиляция. Python требует установки интерпретатора. чтобы на системе конечного пользователя стоял интерпретатор Python. И он прямо как онлайн переводчик, который вживую сразу проговаривает. Мы ему пишем и он сразу сделает. Это дает очень интересную возможность запуска его в интерактивном режиме. То, что вы видели, это как раз интерактивный режим. и поэтому очень похоже будет вначале на калькулятор. То есть я могу вводить туда какие-то команды и он сразу их выполняет. Еще не готов. Так, ладно. Давайте я пока начну уже. Итак, базовые операторы в языке Python. Значит, базовые операторы я имею в виду сейчас арифметические операции, потому что основным является работа с числами. Это операции соответственно плюс слово оператор оно такое интересное. Вот мы говорим там оператор и операция. Есть ли разница? Вот есть так называемый структурный оператор, который управляет ходом исполнения программ. А есть операции, которые просто формулка написана. Вот мы сейчас с точки зрения скорее операции. Вот я даже зачеркну и напишу операции. Не буду стирать, а именно зачеркну. Итак, это операция плюс минус умножить разделить но тут есть интересный момент. Значит, дело в том, что что у нас происходит с операциями плюс и минус. Ну, минус выводит из пространства натуральных чисел, например, 2 минус 5, он выводит нас в пространство отрицательных чисел. Но отдельного типа для натуральных чисел нету в питоне. Но все-таки целые числа и числа дробные, они являются разными, разных типов. и умножение оно нас еще не выводит из пространства целых чисел. Правда? А вот деление, вот если я возьму, ну вот, например, я возьму и скажу, например, 2 плюс 2, питон мне скажет 4. Сейчас, через буквально минутку я сделаю на экране, да, он мне скажет 4. Я как в калькуляторе ввожу, получаю результат. Я беру, ввожу ему какую-нибудь следующую операцию, сейчас минус уже не буду писать, но мне интересно, а какой результат? Какой результат этого дела? Я могу спросить вот так вот. Type. Это называется словом интроспекция. То есть, в отличие от многих языков, особенно компилируемых, когда, ну, какой-то результат есть, он какого-то типа, а какого? Мне нужно открывать справочник и листать, выяснять, а что там в результате получается. В питоне мы прямо вживую можем у него спросить, а какого типа, ну, что-то. Собственно, это вот функция Type, и мы ей суем сюда, что хотим. Пожалуйста. Ну, вот, например, смотрите, да, вот 2 плюс 2, да, 4, а вот здесь вот, да, я спрашиваю, а какого типа, собственно, 2 плюс 2? Ну, я могу на самом деле сразу сюда вписать четверку, ну, я сейчас продублирую, да, и оно мне скажет, что 2 плюс 2, это вот получающийся результат, он класса int, int от английского integer, целое число. Понятно, да, логика? а вот если я умножаю, какой будет результат? Ну, понятно, вот как бы не выводит меня из класса целых чисел, понятно, будет логично, если целое число. А вот деление, с делением, какая история? Какого типа деления будет? Ну, 2 разделить на 2 вроде целое число, но мы же понимаем, что, ну, может быть, и вот 2 разделить на 3, например. Не должен же тип получающегося результата зависеть от того, какие именно операнды, левый, правый, да, какие там именно конкретные значения. Должен быть всегда однотипный. Получается, что он уже не может быть целым числом, int, да, и он должен быть дробным числом. Обратите внимание, не во всех языках так. Иногда деление, оно же бывает и другим, бывает целочисленное деление. И вот в C++, плюс вот это дело, оно будет по-другому. А здесь это будет класс, так называемый, флот. А с чем это связано? Флот – это числа с плавающей точкой в научном формате. 64 бита, 8 байт, которые там распределены некоторым образом под хранением антисты, экспоненты, причем хранится все в двоичной дроби, двоичная дробь, вот, фиксированной относительной точностью. Это не фиксированная точно, относительная. То есть, там количество знаков и показатели еще. Вот, степень, которая там допускается, плюс-минус, соответствует примерно 308. То есть, если число меньше, чем 10 минус 308, мало ли, там в физике всплывет, то его хранить в принципе нельзя в дробных числах. Ну, что-то другие уже вообще придумывают числа, они существуют, есть более повышенная точность. Вот, но смысл в том, что питон здесь следует за математикой. Я думаю, наверное, пора попробовать запустить. Ладно. Значит, короче, в питоне существует для этого, так видно, да, теперь? Все, по-прежнему отсвечивает. Короче, в питоне есть отдельная операция целочисленного деления. Вот, прямо именно отдельная, чтобы вот ее точно не перепутать. Она отличается тем, что в ней два, слушайте, я все-таки ее здесь тоже черкну, в ней эта косая черта идет два раза. И сразу четко становится понятно, это целочисленное деление, а это деление дробное. Соответственно, две третьих это дробное, да, а в этом случае две третьих, два разделить на три, это что? Ноль получается, да? Значит, соответственно, что если я введу два разделить, разделить на три, то я увижу ноль. Подождите, а вот как мне узнать остаток? Ну, понятно, если я там 12 разделю на три, это поделится, да? А если я разделю, например, там, не знаю, 14 на три, ну, у меня получится результат, как сказать, 4, да, частное, а остаток, как мне узнать? Хотелось бы вот иметь и остаток. Соответственно, есть целочисленная операция, вот, взятие остатка. Она пишется вот так вот, 14 по модулю 3. Называется по модулю, ну, или взятие остатка. Есть с ней некоторые тонкости, мне кажется, можно попробовать уже показывать, потому что это будет на порядок быстрее, самое главное, мы сможем увидеть результаты. Ну, с Богом. Так, ну что, значит, смотрите, есть еще одна прекрасная операция, это операция возведения в степень. Умножить, умножить. То есть, вот я пишу 2 в степени 10, и получаю 1024. А теперь посмотрите, я возведу в степень 100. Ну, прикольно же. И что я наблюдаю? Я вижу много знаков. Длинное, длинное число. Сразу возникает такое вот искушение. А давайте попробуем степень 1000. И сразу все видно, что по-прежнему работает. Вот. Получается, что в питоне реализована, так называемая, длинная арифметика. То есть, вот то, что вы сейчас видите, да, это возможность с целыми числами работать с произвольной длиной. Это здорово, но есть и некоторые особенности. Один объект целого числа может занимать мегабайты и мегабайты. То есть, одно число, это может быть не какие-то там 8 байт, такой вот монстр, которого надо очень тщательно хранить в памяти. Вот. Поэтому надо аккуратненько. Вот я скажу, там, х равно 2 в степени 10 тысяч. Могу? Могу. Пожалуйста. А напечатать его могу? Принт х. Ну, такая простыня уже, получается, из цифр, да. Ну, тем не менее, надо, если работать с числами с длинной арифметикой, пожалуйста, возможность такая есть. С дробными такой возможности не будет. Для этого есть разные интересные другие варианты чисел в питоне. Но сейчас мы не будем, наверное, на них заостряться. Сейчас, одну секундочку. Да, можно? Нет. Сейчас, секундочку. Type x. Я открою вот так вот. Type x, видите, класс int. Целое число. Абсолютно не отличается. В питоне, питон идет скорее за математикой, чем за архитектурой компьютера. Это все плюс-плюс, там, оно следует архитектуре процессора, да, там, int, он вот того, размер, какой размер регистр в процессоре, ну, чтобы максимально быстро это выполнялось, вот столько будет, 4 байта, 4 байта, 8, 8 байт будет. 2 байта в некоторых процессорах был int. А здесь нет, здесь он именно, что он произвольной длины. Кстати, вот видите, да, питон, интерпретатор питона, это сейчас интерактивный режим интерпретатора, да, он, я что-то написал, нет, он мне сразу ошибку пишет. И довольно понятно, читайте ошибки, изучайте английский, чтобы их читать, но читайте то, что он вам пишет, он неспроста пишет. Так, ладно, значит, наш следующий пункт, это то, что существуют разные типы, да, вот давайте посмотрим на type 2 разделить на 3. Вот он пишет class float, видите, да, class float, число с плавающей точкой. Значит, давайте теперь посмотрим, а что еще бывает. Вот если я возьму число, сейчас я немножко подниму, вот я сейчас возьму и преобразую к строке что-нибудь, ну, или давайте просто пишу hello в кавычках, и он мне вот пишет hello. Ну, то есть я ввел его значение, он мне его просто в интерактивном режиме его возвращает, да, интересно то, что я могу на самом деле со строчками тоже что-нибудь такое, hello plus world. И он мне сделает вот такое склеенное слово. Как видите, операции могут означать разные. И если можно выполнить операцию плюс с строками, он ее выполнит, с специфическим пониманием. Естественно, что строки невозможно вычитать, умножать, но есть некоторая тонкость. Соответственно, есть некоторая тонкость, да, строчки можно умножать, но не на строчке, а на числа. Ну, то есть hello plus hello будет hello-hello, hello умножить на 2 будет соответственно да, то же самое. Соответственно, если я хочу размножить строчку, слушайте, простите, пожалуйста, он что-то у меня вырубает по нажатию комбинации. А? А, о, хороший вопрос. Какой тип у строчки? Вот это прекрасно, что питон очень много чего сразу позволяет вот увидеть, взять и сделать интроспекцию по типу. Кластер. И более того, если я захочу что-то сделать строкой, то это очень легко делается. я говорю, стрингифицирую мне, то есть делаю мне строкой, ну, там, не знаю, 2 плюс 2. И я уже вижу 4 в кавычках. Понимаете, да? И вот теперь смотрите, что я сделаю. Я напишу стр 2 плюс 2 умножить на инт, инт, это что будет, вот вы можете догадаться, я как бы его интую, преобразую к целому числу, что 2 в кавычках плюс 2. Что будет у меня? 2 плюс 2 строчками склеится. А? И у меня получается, что четверка, да, она в 22 раз повторяется. Кстати, про строку я могу спросить, какой она длины, то есть, в принципе, вот эту строку, которая там получилась, я могу ее скопировать, давайте, вот так вот, я ее заложу в переменную s и спрошу, какой ты длины переменная s. Лен s, оп, 22. Ну так, а? Пожалуйста. То есть, он интерпретирует какой-то приводитель на него стекло или не соответственно? Не, он интерпретирует как десятичное число. Кстати, тоже хороший интересный вопрос, а что если там появится какой-нибудь мусор? Вот если я попытаюсь аттентовать какую-нибудь фигню? Ну, не знаю, А, Б, С, А, Б, С, Ну, нет числа А, Б, нет, и он мне говорит invalid literal for int with base 10. Ну, то есть, короче, нет таких цифер, да? Но сразу же можно так подумать, стоп, 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 подожди, то есть, он знает про основание системы числения. Да? Значит, создатель Питона, Гвидо Иван Россом, он математику любил и знал. Значит, он, наверное, что-то умеет. А давайте узнаем, а что можно вообще делать с int-ованием. И оказывается, в Питоне, кроме возможности интроспекции, есть встроенный help. Как просто узнаем? Help? Ну, правда, я сейчас просто написал help, нажил enter. То есть, я, в принципе, как бы спрашиваю про то, как помощь, да? Он говорит help со скобочками, да? А можно с help про конкретный объект, да? Давайте спросим про int-ование. Help int. И он вываливает такую простынку текста. Ну, понятное дело, это же help, его надо почитать, там довольно много чего написано. Ну, вот я сейчас отмотаю это дело быстренько наверх и посмотрю. Не так уж и много, кстати. И что я вижу? Оказывается, во-первых, это help class int в модуле built-ins встроенные, да? Так вот, что я вижу? Интование объекта, да? Значит, что у меня? x равно 0, то есть, по умолчанию, там, что число, если int от ничего, то это будет 0. Значит, что я вижу еще? Есть вот такой параметр base равно 10. Какой кошмар. Слушайте, я, конечно, взял запасную компу. похоже, он это опять сейчас уйдет в высот. Blue screen of death. Еще раз. Строки не имеют, целые числа не имеют, а вот дробные числа, 8-байтные. Но надо сказать, что питон, он хранит не только сами значения. есть некоторая тонкость, связанная с особенностью в принципе хранения данных в питоне, вот, о том, какого типа значения помнит само значение, а не имя. то есть можно создавая перемену, менять ей тип. На самом деле тип фиксируется просто за объектом. Сейчас попробуем переключиться. Все, мы померли. Это плохо, потому что у меня тогда не... Тут я экран наверное не запишу. Так, ладно. Я первый раз в этой аудитории и первый раз с этим компьютером, поэтому я прошу прощения за накладки. Что я еще хотел сказать по поводу типов и преобразования типов. Вот типов очень много вообще разных в питоне. Очень классные, хорошие есть типы, коллекций. Но вот базовыми для нас являются типы значений. Это int float строки стр. Но кроме этого есть также тип bull для буллевских значений. Буллевские значения принимают два значения либо правда либо ложь. Правда или ложь? В питоне это будет true или false. Очень интересно то, что мы можем логически преобразовывать в логический тип какие-то другие вообще. А? Нет. Это я сейчас только базовые сразу буду сейчас грузить всем. Там очень много чего есть. Это базовые такие для нас. Соответственно, я могу преобразовывать между ними. Естественно, что если я буду интовать что-то, если я буду интовать что-то, если там 1.5 например, то он у меня округлится, то есть преобразуясь к целому числу, он у меня округлится. Но вот куда он у меня округлится? Ну, вообще вот в современной математике то, чем у нас учили в школе, что округление идет там когда 0.5 вверх 1.5 тоже вверх. Сейчас часто делают не так. На четных числах типа вверх, на нечетных вниз. Я точно не помню. А? Это уменьшает. Нет, здесь не так. А здесь он просто срезает. Здесь он ничего не пытается никакого округления. Он просто срезает дробную часть. И все. То есть только целая часть берет и все. Поэтому если я хочу какое-то интересное округление сделать, то мне нужно использовать уже некоторые элементы математического разговора. Давайте возьмем вещественное число например к полу или к потолку сил или раунд округление типа к ближайшему целому. Раунд округление. Так сейчас посмотрим что у нас жив не жив. Тот ушел в перезагрузку. Это вот в чистом виде терминал питона. Вообще в чистом виде. Сейчас записи у меня нету, поэтому лучше экран снимать. Это вообще без графического фактически режима. Вот голый питон. Консоль где угодно на сервере, на телефоне где угодно открыли. Вот что я хотел еще. Итак, поехали. Приведение типа. Я могу превратить в булевский тип любое число. 12 и что я вижу? 12 это правда. Да? А минус 1 это правда. А если я скажу не знаю там 0 0 это ложь. Все кроме нуля это правда. 0 это ложь. Давайте попробуем превратить в бул слово hello в кавычках. Правда. World правда. Любая строка это правда кроме пустой строки. Кстати пустая строка двойные кавычки. А можно ли просто написать true? Можно. можно ли складывать ложь и правду? Опа. Можно. Но при попытке применить к ним арифметические операции что я вижу? Я вижу что они автоматически преобразуются в числа. Причем true преобразуется на самом деле я могу его аттентовать. Int true превратится в единичку. Int false превратится в нолик. Ну как вот в алгебре а о сейчас одну секундочку придется подтянуть вручную. так норм? А нет не норм. Окей. Итак значит поехали. Вот и вывод строк. Вот если я хочу сохранить результат куда-то я что делаю? Ну вот я уже показывал я просто беру и кладу это туда. Вот я взял и написал hello или hello world в кавычках. Пожалуйста. Если я хочу распечатать то я делаю вот так print и печатаю. если я хочу распечатать несколько вещей ну я тебе не знаю там в x положу пятерочку да то я могу вполне сделать вот так вот print x запятая s через запятую по умолчанию у меня здесь добавляется пробел то есть этот пробел он у меня является частью в принципе самой строки строка состоящая из нескольких слов кстати строка может состоять из нескольких строк ну в смысле с переводами строки то есть сам перевод строки хранится в памяти компьютера как специальный символ невидимый символ но чтобы он стал видимым мы можем его записать так называемой escape последовательностью или как бы отэкранировать вот я сейчас вместо того что хранится там hello world я напишу hello запятая а дальше напишу косая черта n new line поэтому буковка n hello косая n world да прям вот целительненько то есть получается что у меня видите сливается как бы n в но только n экранирован w не экранирован и что дальше я вижу вот я теперь распечатываю эту строку s и вижу hello world строка одна в ней вот этот символ перевода строки он является тоже символом в частности я могу посмотреть на длину строки и вижу что у меня должно было бы быть 12 ну там запятая восклицательный знак это 6 символ в каждом а у меня 13 потому что еще один символ на перевод строки тратится есть еще парочка таких экранированных символов которые надо знать это 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 табуляция косая t давайте я просто сейчас распечатаем print s я вижу вот у меня такой широкий пробел на самом деле это не пробел это так называемая табуляция такой пробел выравнивающий слегка вот и что еще этот это как косую черту распечатать а что если я хочу в принципе распечатать дайте я сразу вот сюда ее распечатать косую черту вот если я вот так сделаю то он вообще мне скажет сори ошибочка извините да end of line когда искали конец строкового литерала конец строки значит получается что мне для того чтобы косую черту собственно вывести надо ее написать два раза она как бы экранирует сама себя и тогда да косая черта она вот так вот будет она отэкранировала сама себя потому что она является служебным символом для перевода строки для табуляции ну и что там еще она а кавычки а что если я хочу например распечатать I'm a student у меня будет синтаксическая ошибка сейчас он скажет вот здесь вот строка кончилась я дальше что-то пишу там да поэтому я перед кавычкой ставлю экранирование есть еще и вот теперь он корректно его вводит как часть строки есть еще вариант я могу вместо этого взять и всю строку поставить в двойные кавычки в питоне для строки можно использовать как одинарные так и двойные кавычки внутри двойных кавычек апостроф одинарная кавычка она по сути апостроф ведь он часто используется именно он не вот эта обратная кавычка именно вот эта штучка именно она используется в качестве разделителя там I'm don't и так далее соответственно вот этот способ самый простой хотите использовать а если у вас там и те и те извините неизбежно какие-то кавычки придется экранировать ладно двигаемся дальше значит мы с вами посмотрели на вывод информацию ну не все я правда рассказал вот у меня что сейчас простите S у меня есть переменная да в которой хранится строка X у меня есть в котором хранится число да я могу соответственно их выводить да в строке а что если у меня есть еще там какой-нибудь Y там не знаю равный 10 Z равный 20 да могу я распечатать X Y Z да пожалуйста а что если я хочу распечатать что это у меня 5 часов 10 минут 20 секунд а у меня пробелы там вставляются а я хочу распечатать их через двоеточие ну первая мысль какая ну давайте я что ли вставлю вот сюда запятая и вот тут в кавычках напишу двоеточие ой прошу прощения ага все окей и в кавычках напишу двоеточие вот так вот ну он пробелы расставляет ну как отдельные вот части он все их распечатывает это на самом деле более логично чем когда print когда в write.ln какой-нибудь или printf и он печатает без пробелов вообще тут есть разделитель я могу разделить собственно вот то что я собирался печатать но я-то хотел не этого как мне ему объяснить дорогой не ставь пробелы давайте в help заглянем любые сомнения залезаем help спрашиваем help print print расскажи пожалуйста как тобой пользоваться опа и он рассказывает что это print develops в поток он печатает значение в поток то есть на стандартный out по дефолту по умолчанию что он говорит опциональный keyword arguments так называемые ключевые аргументы посмотрите вот здесь вот вот здесь вот есть троеточие вот такое то есть эта функция print предполагает неопределенное количество аргументов я могу вызвать с одним с двумя с тремя сколько угодно вопрос как же я ей в принципе могу засунуть какую-то дополнительные параметры какую-то дополнительную информацию оказывается что можно всовывать так называемые именованные аргументы именованные параметры понятно и вот тут они описаны sep end и flash меня flash сейчас не будет интересовать форсированный сброс поток это надо объяснять а вот сепаратор и окончание очень важно понимать это простые вещи выход из help и так что я делаю сейчас я вот здесь напишу запятая то есть в конце я закончил параметры писать и добавлю именованный параметр сепаратора я говорю сепаратор будет у меня ну что мы сунем сепаратора если я напишу пробел то будет то же самое если я напишу двоеточие то получится мне сейчас многовато двоеточие но это я виноват потому что мне они не нужны вообще вот те которые я вот тут писал через запятую а зачем просто вот x y z и вот это двоеточие будет у меня собственно разделителем между ними и вот у меня получится что надо но иногда бывает что нужно нечто более сложное вот например если я хочу вывести время 0 5 а я не знаю заранее что x может оказаться меньше 10 или больше либо равен 10 я не знаю заранее как мне быть в этом случае получается что в этом в этой ситуации вот даже сепаратором не срабатывает мне надо именно сказать ему 0 5 я конечно могу поставить тут кучу ветвлений сейчас расскажу про ветвления но есть путь другой в принципе я могу взять и сказать ему что я хочу написать форматную строчку я буду писать строчку в которой у меня будут вот так в фигурных скобочках значит 2d в эту операцию в качестве правого операнда вот это как бы деление взятия остатка от строки на самом деле это конечно уже не взятие остатка это операция форматирования строки вот я туда в скобках через запятую засуну ему x y и z что не так нолика не хватает то есть он 2 поднимает и пробел мне туда пихнул значит мне уже каким-то образом ему туда сказать чтобы он мне нолики вставлял если что вот я так вставлю если я не правильно помню формат то он для любых x, y, z он должен корректно писать я сейчас y вот такой пропишу и давайте выведем вот такой пожалуйста 05-02 видите работает есть более современные форматирование строк я сейчас не буду лазить в help вспоминать точка формат у строки можно в help залезть и посмотреть сейчас не будем значит двигаемся дальше значит по поводу переменных значит вы видите что я пользуюсь переменными завожу их да давайте сразу я прошу прощения вот еще не сделал я ничего не вводил еще значит давайте попробуем ввести что-нибудь вот я хочу чтобы у меня например name попало с клавиатуры чтобы человек мог ввести что-то с клавиатуры не просто в саму программу сразу вбивать строчку да а вот так что я сделаю я напишу name равно input input и ничего больше писать не надо и вот я ему скажу что я там не знаю вася баранов и что посмотрим что у меня такой name я даже не буду его печатать его просто вот так name это строка подождите но с клавиатурой я же ввожу символы а что это еще будет кроме как строки да отсюда следующая мысль если я ввожу age равно input да я пишу что мне там не знаю 17 лет вася баранову да то какого типа будет age как вы думаете строка отсюда вывод ну что значит если я хочу это интерпретировать как число то мне что надо сделать ну явным образом взять и интерпретировать это как число а теперь внимание посмотрите как это можно сделать я говорю age равно int от age и он это сожрал я только что спрашивал какого типа age он мне сказал что это строка а теперь он говорит что это число очень прикольно питон работает в этом смысле вот так вот есть некая переменная age и эта переменная age указывала на строчку 17 так вот тип помнил не age не имя помнило тип а имя это самый тип помнил сам объект 17 сам объект 17 помнил что он класса стр я беру я беру делаю вычисление и вычисление при помощи интования вот этого объекта вычисление порождает мне новый объект 17 уже типа int после чего я делаю присваивание вот эта операция или можно сказать оператор вот это вот равно оператор присваивания вообще говоря вот по секрету скажу в питоне нет переменных и нет оператора присваивания но если по честному про это говорить то это скорее оператор связывания имени с объектом имя связывается оно ссылается на объект и вот это это привязка к объекту понятно но фактически мы все равно воспринимаем это так же как будто я в коробочку кладу некое число или там некую строчку но разница здесь в том что имя может перепривязаться а старая ссылка как вы думаете а память не будет ну объекта там 17 строка хранится а если я так буду раз-раз-раз переселяться на новый на новый объект h будет указывать на то потом на другое у меня память компьютера очень скоро потратится особенно учитывая что строки в питоне могут быть очень большие гигабайтные эти самые ну сколько операционных систем отдаст то только будет вот а числа могут быть там 100 мегабайтные гигантские ну может очень быстро сожрать всю память у компьютера так вот приходит вот про то-то я и говорю я не помню этот фильм какой-то там ужастик что-либо фантазика какая-то пожиратели там времени какие-то приходили когда это как сказать люди задерживались во времени а время уходило вперед а потом приходило и амамам все подъедали какие-то штучки такие ну вот приходит такая штуковина такая называется она сборщик мусора в питоне автоматическое управление памятью как только на объект теряется последняя ссылка этот объект уничтожается и память из-под него подчищается сборщик мусора вот этот вот его называют как называется трэш сейчас секунду гарбач коллектор гарбач коллектор вот он в питоне он работает без откладывания то есть немедленно как только объект ссылка на него потеряна все вот он все взял и собрал мусор и выкинул все очистил память и дальше можно ее абсолютно заново размечать для каких-то других объектов объекты создаются методом вычислений чтобы что-то появилось это надо вычислить так двигаемся дальше значит мы с вами сейчас все время работали в интерактивном режиме очень странно вот я пишу пишу нет понятно что если я пишу некие вычисления и просто нужно что-то посчитать почему нет а особенно если нужно посчитать какими формулки слушайте но я все-таки чуть-чуть покажу вам давайте вот есть такая библиотека мэф импорт мэф вот я ее возьму а все заимпортил и теперь я могу в этой библиотеке мэф посмотреть всякую штучку а что там есть собственно в этой библиотеке мэф мэф точка син это не грех это синус ну и что-нибудь там давайте мэф точка пи там есть число пи в математической библиотеке с хорошей точностью вот я его возьму там синус пи пополамо па-бам и лениться да замечательно а если я там не знаю на 4 пи на 4 чему равен синус пи на 4 а корень из 2 на 2 да кстати а как сделать корень из 2 степень 0,5 абсолютно верно 2 в степени 0,5 да разделить на 2 кстати приоритеты операции посмотрите у меня вот эта вот операция возведения в степени выполнилась раньше чем поделилась на 2 то есть я не в степень 0,25 да возвел в данном случае операция возведения в степень она имеет самый высокий приоритет по отношению к умножению деления умножения и деления одинаковый приоритет и читается слева направо то есть если деление окажется слева направо раньше умножения то оно будет первее умножение окажется левее при прочих равных подряд идущие да то оно а вот возведение в степень оно специфично с точки зрения прочтения вот смотрите что будет если я например 3 возведу в степень 3 и возведу в степень 3 это же разные вещи да то есть математически 3 в степени 3 в степени 3 я вот так вот скобки поставлю и вот так вот скобки поставлю это же разное да здесь что это на самом деле будет произвести это не равно да это 3 в степени 9 а это 3 в степени 27 правда вот так значит надо понять а какой же из вариантов то тут будет так вот поскольку в математике естественно когда скобки не пишутся то предполагается не умножение между теми да в смысле 3D ну потому что это просто 3D3 по сути да в степени вот то как раз предполагается что в начале вот это вот должно да потом уже вот это должна операция произвестись и в питоне ровно так то есть вот здесь вот я вижу ой что он мне говорит а он говорит что пробел в начале строки увидел пробел в начале строки в питоне кое-что значит я могу сравнить 3 в степени 27 посмотреть вот это оно кстати вот я пишу а я хотел бы проверить автоматически не сам циферкой вот проверять да автоматически как это сделать равно-равно равно-равно в отличие от равно-равно в отличие от оператора присваивания это арифметикологический оператор ну операция причем у нее кстати приоритет еще ниже результаты вычислений булл либо true либо false а если я ее возьму в скобки и с чем-нибудь сложу ну в смысле это же булл с ним на самом деле его можно сохранить переменную для последующего использования поэтому на самом деле арифметикологические вот эти вот результаты они бывают иногда интересны сами по себе не просто их вставить в какое-нибудь там ветвление цикла взять его в перемену какую-то и за собой потащить для чего-то вот можно соответственно кстати да вот равно-равно а можно спрашивать больше что-то или меньше то есть операция там не знаю 2 в степени 5 да больше либо равен чем там 3 в степени не знаю там 3 true да видите ну там 32 степени здесь получается 27 так значит как еще больше меньше меньше либо равно равно пишется в этих если у меня соответственно меньше либо равно то равно пишется справа а если я хочу спросить на равенство сейчас спрошу то же самое равно-равно он мне скажет false не равны они друг другу давайте что-нибудь смешное 2 плюс 2 да равно-равно 5 а если я хочу инвертировать сказать не равно то есть я хочу проверить утверждение что 2 плюс 2 не равно 5 В этом случае я использую восклицательный знак равно. Можно себе этот восклицательный знак равно представить, как будто я восклицательным знаком это равно перечеркиваю. Так используется в питоне C++ такой вот оператор. Нам надо двигаться дальше. Мы сейчас все время работали в интерактивном режиме, пора его покинуть. Пора его покинуть. Значит, я сейчас нажал Ctrl D, вышел из этого интерпретатора питона. Ctrl D, конец потока ввода. Он больше от меня ничего не ждет и просто завершился. Можно было в принципе нажать вместо этого, написать quit и скобочки. И он бы вышел тоже. Но я Ctrl D нажимаю. Ключевая комбинация Ctrl D отправляет информацию о закрытии потока ввода. То есть процесс видит вычислительный, что больше с клавиатуры ничего вводить не будут, а в интерактивном режиме это означает, что пора закрываться. Ладно, что я хотел сделать. Вот давайте, у меня здесь была, по-моему, папочка прог. Есть такая. Значит, давайте в ней что-нибудь напишем. Значит, у нас FOP. Значит, и Mkdir.Lection1. И я сейчас здесь хочу создать файлик, который выполнить по шагам весь целиком. Для этого я... Слушайте, позвольте мне пользоваться тем текстовым редактором, к которому я привык. В Linux, кто под Linux работает, есть, знаете, такие войны между Linux-оидами. Тоже бывает. А мы за это, а мы за то. Вот есть те, которые под Vim работают, а есть те, которые под Emacs. Я за Vim. На самом деле, вы можете работать в таком же блокнотике, как в WinD. Ну, он немножко поумнее, конечно, чем в WinD. Там маус-пэд есть, там есть гэдит. У меня здесь XFCE, здесь гэдита у меня нет. Блокнотик есть, текстовый редактор. Вообще, программа представляет из себя сырой текст, который мы потом просто скормим в интерпретатор. Сейчас я по шагам это сделаю. Значит, ну, я не хочу работать в таком блокноте. Я хочу вот прям в консоли работать. И в этом я напишу Vim. Так, и что я сделаю? У меня пример будет типа анкета точка пай. Vim анкета точка пай. Что я сделаю сейчас? Я хочу спросить у пользователя, поговорить с ним немножко, про взаимодействие. Типа чат-бот в консоли. Что я спрошу? Во-первых, я напечатаю print. What is your name? На самом деле можно и по-русски. Print. Как тебя зовут? Кстати, да, в питоне используется кодировка ETF8, поэтому она очень комфортная. Как тебя зовут? А дальше мне нужно, собственно, сохранить имя. Поэтому я это имя сейчас сохраню в name, взяв из потока ввода input. Ну и, соответственно, вот. Обратите внимание, что input требует скобок. Даже пустых, но скобок. Потому что я его вызываю. То есть, если я хочу вызвать какую-то функцию, какое-то действие сложное, то я его нужно обязательно вызвать. А иначе я просто декларирую. Понимаете? Вот как есть мобильный телефон, да, номер чей-то. Одно дело, когда я просто смотрю на экране, другое дело, когда нажимаю кнопку вызова. Вот скобки после имени – это вызов функции. Но input в данном случае параметров не требует. И, соответственно, что? Ну, давайте что-нибудь ответим. Рад познакомиться. Запятая. Так, пробел я вставлять не буду. Он вставится по умолчанию, как сепаратор по умолчанию. Name. Запятая name. Да? Очень хорошо. Вот простая программка. Я ее открою. Так, закроем это дело. Она у меня сейчас сохранена как файл. Вот я могу ее посмотреть. Listing.ls. Или dir там в винде. Linux тоже работает. Вот анкета пай. Я могу его там, не знаю, катом вывести, чтобы вы убедились, что вот там действительно сейчас вот такой текст. Что? Что это вы делаете? Я взаимодействую сейчас с текстовой консолью Linux. На самом деле эта консоль существовала очень долго до графических режимов, до того, как там HP там свои начала подвигать, там Apple свои там десктопы всякие, потом винда. Вот это все вот кликанье мышкой. На самом деле консоль это очень мощная программируемая среда, в которой ты ей пишешь, а она реагирует. В самой консоли это долларом заканчивается. Тут сама она на языке бэша, шелла, она сама очень много чего может. Я делаю довольно простые команды. Просто вызвать ту команду, вызвать это как, это, соответственно, ну как, выложить сюда. А? Ну это команды самой операционной системы фактически. Это заменится операционной системой, но текстовым образом. Если нажать на клавиатуре под Linux, там Ctrl-Alt-F1, то высветится вообще вот в чистой текстовой консоль. Вот я могу, я не знаю, сейчас как он на проектор, отобразить, не отобразить. Не, он туда. Не, ну у меня там он отображает ее. Оттуда он. О! Бо! Вот я могу зайти. Вот тут вообще графического режима нет вообще. Вот в этом режиме, да? Ну пожалуйста, и вот тут вот меня ждет. Я тоже залогинился сейчас. Символы маленькие, но мне тут удобно, а там не очень удобно видеть. То есть все можно делать. Я могу зайти в папочку PROC, там где там FOB, LECTION1, пожалуйста, вот анкета PY и запустить ее. Там Python. Люди так работали десятилетиями. И по-прежнему системные администраторы предпочитают работу в консоли. Потому что на самом деле графика, она не авторитетная. Ну вы не можете сказать, взять и вот этот файл и прокликать этот. А в консоли вы можете просто сказать, так, возьми все файлы такие, просунь их через свет, профильтруй их по наличию таких-то символов. Понятно? Очень много чего, очень все это автоматизируемо. Потому что все админы, они любят очень текстовую консоль. И вот я с этим немножко знаком, мне это очень нравится. Вот я, пожалуйста, ее записал. Правда в консоли, он видите там квадратиками символы пишет. Давайте вернемся в графику. Ну его. Ctrl D. Вернемся на седьмую консоль. Ctrl Alt F7. Я вернулся в графику. Сейчас подстроится. Короче. И вот я сейчас запускаю Python 3. Если я просто напишу Python 3, то, как вы помните, он войдет в интерактивный режим. Но если я вызову Python 3 с параметром анкета, это не я так быстро. Я быстро набиваю на клавиатуре, печатаю вслепую. И вам рекомендую освоить слепую печать. Очень рекомендую. Это по жизни просто такой навык, как письмо. От руки очень важно. Но я нажимаю кнопку Tab, и в Linux происходит дополнение. Так вот, что я хотел сказать. Я запускаю Python 3 анкета, и он мне пишет, как тебя зовут? Я ему пишу Василий Иванович. Ну и говорит, познакомиться, Василий Иванович. Отлично. Давайте немножко подредактируем это дело. Добавим туда чуть-чуть интересного еще. Значит, что я хочу? Я хочу, чтобы он мне, кроме этого, написал... Написал так, запятая в кавычках, восклицательный знак. Правда, там он как раз вот у меня пробел перед восклицательным знаком поставит. Поэтому я добавлю сюда пробел, а тут я напишу, что сепаратор сделай пустой строкой. Не делай разделителя. Тогда у меня после имени будет сразу восклицательный знак, а пробел никакого вставляться не будет. Очень хорошо. А теперь смотрите. Я хочу спросить, сколько тебе лет. Ну мы уже вводили там age, да? Значит, что я могу спросить? Сколько тебе лет, да? Интересно то, что у функции input на самом деле есть параметр. И этот параметр как раз будет приглашение к обводу. Давайте вот так и сделаем. Age равно input. input, да? И вот здесь в скобках напишу в кавычках, сколько тебе лет. На самом деле я здесь могу еще и воспользоваться этим плюсиком. Смотрите, сколько тебе лет. Кавычка закрывается. Плюсик, запятая пробел. Плюсик name. То есть смотрите, я операцию конкатенации склеивания строк делаю прямо в процессе передачи в input. Ну как вот я когда интовал, сразу 2 плюс 2, да? То есть я перед тем, как input запустить, должен сконкатенировать строки. Будет создан временный объект, который потом сожрет сборщик мусора благополучно. Но временный объект, он побудет на время, пока input это дело распечатывает. Понятно? Результат вот этого сложения строк. Так, отлично. Сколько тебе лет? И еще вопросик в конце поставить. Вопросик в конце в кавычках. Оп. И дальше что? Я хочу напечатать. А я думал тебе age плюс 1 лет. А я думал тебе... Так. Теперь дальше сколько там age плюс 1, запятая пробел... Это самое... Лет. А? Я пробел автоматически, я сепаратор сейчас не буду убирать стандартный. А? Ну вот сепаратор по умолчанию пробел. Вот сейчас я оставлю его... Это самое... Еще раз. Ну зачем портить нам сейчас грабли? Это знаете как называется? Спойлер называется. Я понимаю, что есть люди, которые на питоне писали и все понимают. Или просто внимательно смотрят. Я специально что-то делаю. Как зовут? Василий Иванович? Ладно, Василий. Сколько тебе лет, Василий? 17. Кстати, обратите внимание, что вот когда input приглашения ководу, то он в той же строке ждет ответа. Наверное, надо было туда перевод строки, там, касая N написать, чтобы он не перенес. Вот. И что я вижу? Я вижу ошибку исполнения. То есть, оказывается, питон, он как язык интерпретируемый. Он не проверяет ошибку в процессе, а он вываливает ее прямо вот. Пользователь вот. И вот вываливает ее. Вроде бы это минус языка. Но с другой стороны, это дает определенную гибкость. Кроме того, у людей, которые пишут на плюсах или на каком-то еще компилируемом языке, возникает ощущение такое, что тестировать программу не надо. Но компилятор и так скомпилировал, сожрет. На самом деле, очень много ошибок возникает в скомпилированных, в корректно скомпилированных, где все типы подходят, все нормально. А здесь ошибка именно типа, да? Потому что нельзя прибавлять к строке число. Действительно. Если вернуться к тексту, а питон в этом смысле он подчеркивает, ты все равно должен будешь протестировать. Возьми, поводи, реально, просто позапускай. В чем дело? Он обламывается вот здесь, но ошибка не здесь, на самом деле. Ошибка в том, что h не стал int. То есть он остался строкой. Вот я ввел его, и вот он остался. Я, конечно, могу сделать вот так. h равно int от h. Но, послушайте, я уже вот здесь видел, как я беру и результат вычислений передаю функции. Правда? А int это что? Это что же функция, по сути? Правда? А h, вот тот, который вот тут вот я передаю ей, да? Вот это вот. Ну, я даже не h могу написать, некая line, которая вот, строка, которую я получил с клавиатуры. Вот эту line я могу на самом деле что? Да просто подставить туда и все. Я могу просто взять и вот здесь так и написать. Сразу h. h это что? Целое число, сделанное на основе результата input, которому в качестве параметра дается вот это все. И получается вот это магическое int input. Магии никакой нет. И делается последовательно. Вначале считывание с клавиатуры, а потом попытка интерпретации в десятичной системе счисления. Кстати, может быть ошибка в процессе ввода с клавиатуры. Может быть ошибка, например, закончился поток ввода и считывать больше нечего. Или нет прав доступа на считывание из этого потока. А может быть ошибка интерпретации. Но это чаще бывает, когда пользователь ввел буквы вместо цифр. Ну, мы сейчас обработкой ошибок заниматься не будем, просто посмотрим на то, что он мне вот напишет. Попробуем побаловаться. Ой, простите. Я успел enter лишний нажать. Теперь мое имя пустота. Сколько тебе лет? Пустота. 17, говорю. А я думал, тебе 18 лет. Прикольно? Прикольно. Небольшое взаимодействие получилось. Давайте еще немножко. Как тебя зовут? Петя. Сколько тебе лет, Петя? 20. А я думал, тебе 21 лет. Ага. И тут начинается думать башка. Башка, думай, что-то не то. Значит, надо подумать, как... А 11 лет? 20... Так, значит, получается, что для чисел в диапазоне от 11 до 19 там все время будет лет, 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 лет. А вот для чисел либо меньше, чем, соответственно, 10, да, либо больше, начиная с 20, там 21 или один год, 21 год, 31 год. За 100 мы не будем сейчас возраста, да. То есть возникает такая достаточно сложная штука. Мне нужно разобрать и составить сложную конструкцию. Когда писать лет, а когда год? А когда года? Да, потому что еще и бывает 4 года. А сейчас один год, два года, три года, четыре года, пять лет. Значит, так, два, три, четыре. Последняя цифра – это года. Один год. Так, поехали. А при этом с 11 до 19 отдельно. Значит, лезем в код и начинаем теперь вот это лет обыгрывать. Значит, так, стираем отсюда этот лет. Да, кстати, теперь мне нельзя здесь переносить строчку, потому что слово лет, оно должно быть напечатано в той же строке. А значит, я ему скажу. Так, я это разрываю, сейчас лет будет написано там. Так, сюда, что я говорю ему, что end – перевод строки отсутствует. То есть пустая строка вместо перевода строки. Так, после слова лет или год я напечатаю восклицательный знак и… Сейчас прошу прощения. И два, видите, две точечки, да? А вот здесь вот мне надо напечатать что? Либо лет, да? Эть. Да? Я сейчас сразу все подготовлю, да? Либо лет, либо год. Либо года, да? Ну, либо есть еще вариант, когда это отдельно лет и лет. Сейчас просто потому что классификацию так будет удобно делать. Вы сейчас поймете, почему я это сделаю именно вот так вот. Так вот, я хочу, чтобы вот это вот… У меня происходило когда? Вот это вот печаталось. Я хочу, чтобы вот это вот печаталось только одно из этих четырех. В зависимости от состояния H плюс 1. Не самого, кстати, H, а H плюс 1, да? Что получается? Что мне нужно сделать ветвление. То есть выполнить какую-то из. То есть управлять самим ходом выполнения программы. Стандартное движение программы сверху вниз. Инструкция, инструкция, инструкция. И так по порядку они идут. Как нам быть? Для этого существует ветвление и называется оператор ветвления IF. Как он работает? Значит, я пишу, если, дальше некоторое условие, в котором я могу пользоваться любыми, там, больше, меньше, равно, что хочу, да? Условие, дальше пишется двоеточие, а вот операция, которая выполняется в этом случае, говорят еще, тело условного оператора, тело ветвления, оно у меня пишется со сдвигом. На доске я это изображу вот так. Сдвиг этот делается в 4 пробела. Это стандарт кодирования на питоне. Так все делают, и вы делаете так. Теоретически можно, конечно, там и один пробел написать, но так не стоит делать. И этот отступ без всякого begin-end, без фигурных скобок, сам отступ говорит мне, какие операции у меня являются условными. Соответственно, что я говорю здесь? Здесь говорю, если условие, то что? Ну, я там скажу, печатать, соответственно, там, лет. А условие какое? Больше, либо равно 11, и меньше, либо равно 19. H плюс 1. Я сейчас напишу. Нет, на самом деле он действительно и сам переводит в bull, если он не переведен в bull. Но в данном случае я буду писать выражения арифметикологические, чтобы все-таки они складывались. Итак, что я делаю? Если у меня, а да, давайте H плюс 1 я как-нибудь назову, там, не знаю, X равно H плюс 1, чтобы мне коротко было записывать эти условия. Получается, еще раз, мне нужно вот это вот дело запихнуть так, чтобы только одно из происходило. Поехали. Если у меня X больше, либо равен 11, и end, логическое end, и X меньше, либо равно 19, двоеточие, и я вот это вот принт лет погружаю внутрь. А теперь смотрите, получается, что если я распечатаю вот это, да, лет, а потом начну проверять остаток на конце равен единице, то может оказаться такая фигня, что у меня напечатается, если это там 11 будет, X11, лет, а потом проверяю остаток определений на единицу, на 10, прошу прощения, у меня будет единичка, последняя цифра. И он напечатает еще и год. Плохо дело. То есть последовательные условные операции, они будут не очень красивы. Мне придется говорить, вот все вот это предыдущее, говорить под отрицанием, то есть и не то. То есть остаток определений на 10, ставим на единицу, и при этом не вот то условие. А потом для следующего мне придется говорить, и не то, не то. Понимаете? То есть возьмем пространство возможностей, скажем так. Вот я так множеством нарисую пространство возможностей. Соответственно, я бы хотел отсечь ситуацию, когда число от 11 до 19. И в этом случае я пишу слово лет. А в остальных ситуациях я буду что-то другое делать. И их я тоже буду рассекать. В этом случае я пользуюсь не сокращенной формой вот этого условного выполнения, а оператором именно ветвления. Для него, если рисует блок-схему, рисует вот так вот. То есть я прихожу как бы к некоторому условию, и у меня есть два варианта. Либо действие да, либо действие нет. Ну, блок-схемы сейчас, компьютера, который бы выполнял блок-схемы, нет. Это такое вот чисто показать, как ход движения идет, да. Но интересно еще и то, что эти операторы могут быть вложенными. То есть вот сюда вместо одного действия я могу вставить каскад, в котором поставить еще один если. И в этом если тоже сделать, если то, и если иначе. И у меня получится уже ветвление на три ситуации. На три ситуации. Понятно? А если что, я могу и сюда добавить. В результате можно сделать такой целый каскад вот этих ветвлений и разделить их. Давайте напишем это дело. Итак, что я делаю? А, для того, чтобы добавить альтернативу, я говорю иначе. И такова, собственно, структура этого оператора, что никогда не будет выполнено одновременно и вот это, и вот это. Нет, если я смогу прийти к этому ифу два раза, то может в одном раз случае и так сложиться, в друг раз другой сложиться. Но вот по умолчанию оно вот не, как сказать, не будет. То есть один раз либо то, либо то. Да, но подождите. В этом иначе я не знаю точно, что год. А может быть года, а может быть лет по другой причине, по остаточному принципу. В этом случае я сюда вставляю следующее если. И говорю, если х по модулю 10 равен единичке, то есть последняя цифра единичка, то отпечатать год. Так, отлично. Я делаю дополнительный вложенный отступ. А иначе принт года. Так, подождите, тоже. Это же там может быть еще вариант, когда это от 2 до 3 включительно. А может быть другая цифра. Тогда будет лет. Значит, что я должен здесь снова вставить и сказать, если у меня х больше, прошу прощения, по модулю 10, больше либо равен 2, и при этом х по модулю 10 меньше либо равен чему там, 4, двоеточие. Так, значит, я делаю этот самый дополнительный отступ. Да, здесь тоже. Но второй принт у меня я табуляцию нажимаю, но у меня Vim он автоматически пробелы расставляет. Idle какой-нибудь и другие среды, они тоже автоматически будут 4 пробела ставить для питоновских файлов. Ну и соответственно я пишу здесь, что иначе. В результате у меня возникает вот такой вот каскад. Вот он именно выглядит как каскад. Видите, да? Ну в конце там просто восклицательный знак допечатают. Ну что, давайте попробуем. Как тебя зовут? Вася. Сколько тебе лет, Вася? Не знаю, 2. А я думал, тебе 3 года. Ну пробел сейчас объемно это делал. Да, ну он годы написал, все нормально. Как тебя зовут, Вася? Сколько тебе лет, Вася? 10. А я думал, тебе 11 лет. Да? Давайте попробуем ему сказать, что ему там, не знаю, 20. 21 год. Ну все, он благополучно корректно с этим разбирается. А? Нет, ну для сотни там нужно отбрасывать сотню. То есть сотня не касает этого дела. То есть можно на самом деле взять в х, положить h плюс 1 по модулю 100, тогда он за сотню тоже будет корректно разбираться. Я сейчас хотел бы, ну не знаю, давайте еще что-нибудь, 23, 24 года. Видите, да? Короче, мы добились того, чтобы он работал, я слышу вроде бы звенит звонок, простите, пожалуйста, я одну минутку буквально, я цикл еще не успел затронуть, но боюсь, что цикл я уже в следующий раз буду рассказывать. Ну вот, вот эту конструкцию, посмотрите, если у меня вот этот каскад ветвлений будет большим, то у меня будет программа уезжать вправо, 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 куда же она поедет-то? Неудобно. А синтаксически обязательно. Ну потому что, если у меня вложено ветвление, то я же не могу не делать этого. Если бы это был какой-нибудь паскаль, я бы плюнул на все стили и бы прибивал все к левому краю условно. А тут оно уезжает вправо. Очень простая идея. Она называется синтаксический сахар. То есть, когда это не обязательно в языке, ну прикольно, когда это есть. Синтаксический сахар. Вот в питоне есть синтаксический сахар, который это дело укорачивает и делает красивее. Else if заменить на элиф. Прошу прощения. Эй, дорогой, а, я понял, у меня. Элиф. Понятно? Так, и у меня просто вся конструкция превращается вот в такой вот элифы. Элиф. If, элиф, элиф, элс. Видите, да? И у меня она выровнялась. Именно что возникло такой перебор вариантов. И вот первое из условий, которое кажется правдой, на нем оно и выполнит. И всегда только один из. Это очень красиво и эффективно. Ладно, на этом на сегодня все. Спасибо вам большое. До встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...